Ариф, приветствую. Как всегда, рады вас видеть в нашем эфире. Взаимно. Я тоже вас приветствую. Я с вами хотел обсудить такую новость, которая мне на этой неделе кажется, наверное, одной из самых важных. Международный уголовный суд в ГААГе выдал ордеры на аресты двух ведущих генералов российской армии. Это командующий дальней авиацией России Сергея Кобылаша. И командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Ну, в общем, нетрудно понять, чем их подозревают. Их подозревают в совершении военных преступлений во время войны в Украине. А именно, и самое важное, в обстреле гражданской энергетической инфраструктуры. И суд, собственно, говорит о том, что это было чрезмерно с точки зрения целей войны. И что это было направлено сознательно на нанесение ущерба гражданскому населению. И тем самым это нарушает законы ведения войны. И это уже второй ордер. Потому что год назад, 17 марта как раз это происходило, в суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и его уполномоченную по правам ребенка, Марию Львову Белову, которых обвинили в том, что они организовывали незаконную депортацию детей из временно оккупированных территорий. То есть, в общем, сейчас 4 человека находятся в розыске Международном уголовном суду. Ну, у меня к вам вопрос достаточно простой. Верите ли вы в то, что эти ордера приведут к реальному разбирательству в суде? В ближайшее время маловероятно, если быть прагматичным, смотреть на вещи. Потому что существует много проблем на этом пути. Но самая главная проблема, они же по большей части не выезжают из Российской Федерации до РАС, из семей военных. Их могут арестовать только на территории тех стран, которые подписали римский статус. То есть, признают эти полномочия и распоряжение Гаагского международного суда. Плюс, даже нет стопроцентной гарантии, что, скажем, они поедут в ту страну, которая подписала, скажем, международный римский статус, и их там арестуют. Ну, скандальная история ЮАР в свое время там тоже была. То есть, на самом деле, все достаточно сложно. И мы должны тут подходить к нескольким иным позициям. Во-первых, это признание того, что режим Путина и все, что он сделал против Украины, это преступление против человечности. То есть, вы задаете вопрос с точки зрения практически, когда их арестуют и так далее. Но ведь рано или поздно все кончается. То есть, не получится сейчас, не получится, скажем, в отношении того же Путина, допустим, он умер или его убьют, или что-то произойдет в России там. Но ведь рано или поздно это все будет, всплывет. И уж и, по крайней мере, вот эти другие товарищи попадут. Плюс я выдавал к этому еще тот факт, что я как раз здесь, на машине полца езды от Гаагского суда. Я там просто знаю, бывал там часто, и как раз имею представление. Наряду с двумя решениями Международного Гаагского суда, здесь был создан Международный центр по расследованию преступлений Российской Федерации в Украине. Этот центр, который был создан, в работе его принимают участие, значит, прокуроры, следователи, специалисты, эксперты из Евросоюза, из Соединенных Штатов. То есть, они собирают, это началось после преступления в ГУЧ. Сейчас они собирают полностью всю информацию о всем том, о всех преступлениях, военных преступлениях в Украине со стороны Российской Федерации. То есть, когда дело дойдет до Гаагского суда и вообще до всех преступлений, всплывет очень много. И конкретно по этим персонам указанным, но я не исключаю, очень вероятно, что будут и другие товарищи поговорят. То есть, речь идет о... Есть момент, есть одно дело, значит, римский статус выдает ордер. Это, кстати, еще ничего не гарантирует. Потому что римский статус, если посмотреть на его мероприятие, его поэтому-то подвергает иногда критике, он просто подозревает о вольного человека в совершении преступления. Потом должен быть суд. Где еще это надо доказать? А вот то, что делает Международный Центр, это попадает под статью о геноциде, о преступлении против человечества. Это уже гораздо высокая, скажем так, трибуна и преступление. То есть, мы должны подходить к этому вопросу. Первое. Все, что это идет процесс. Второе. Это удар по престижу лично Путина и подтверждение того, что все, что делает Российская Федерация в Украине, это преступление против человечности. Так это воспринимается, потому что я вот здесь живу и здесь для европейцев, для многих из них это очень символично и важно, что ты признаешь того же Путина, главу государства, военным преступником. И это факт, который само по себе уже оказывает давление. Например, чтобы было ясно, вот в прошлом году, когда... Ариф, а можно я вас здесь перевью? Потому что вы важную тему здесь затрагиваете. Уже год, как выдан вот этот вот ордер на Путина. Ну и вот в странах, так скажем, более периферийных на эту тему было много дискуссий. То есть там была дискуссия, может ли он ехать, например, в ЮАР или не может. Потом там Армения присоединялась к Римскому статуту. Значит, она раньше этого не была. И, соответственно, там были разборки между Москвой и Ереваном. Ну то есть вот такие вот периферийные бои. А в то же самое время есть Европа, есть Евросоюз. Страны, которые, безусловно, участвуют в работе Международного уголовного суда. И вот ровно 17 марта проходят очередные президентские так называемые выборы в России. И вот я сейчас разговариваю с большим количеством министерств иностранных дел разных стран о том, что не признавайте Путина президентом. То есть, ну вот мы там не признаем выборы на территории оккупированных регионов Украины. А вот так, чтобы вот в целом, ну и уж там, чтобы не признавать Путина президентом, ну вот, то есть большие колебания. Есть несколько буквально стран, которые думают об этом всерьез, большая часть, которые полностью, будучи членами Международного уголовного суда, колеблются. Вот вы можете здесь объяснить, как эти две вещи сочетаются друг с другом? Как можно считать, что человек, который находится в международном розыске по совершению военных преступлений, одновременно является президентом страны? И мы его признаем как президента страны. Да, есть такой момент. Я бы даже сказал, что есть разница в менталитете людей из бывшего советского пространства. У нас все четко и ясно. И не только у нас, скажем, даже постсоветское, постсоциалистическое пространство, там Польша, там Болгария, все там четко. Есть разница в подходе жителей Западной Европы. У них несколько иное, более такое отношение. То есть они считают, что, во-первых, и это касается не только, кстати, России и Путина. Вот, например, тот же самый вопрос, мы поднимаем, я из Азербайджана, что вот выборы в Азербайджане, зачем вы признаете легитимность? Он же диктатор и так далее. В ответ всегда следует, что хотим мы того или не хотим того, но он глава государства, с которым приходится вести какие-то дела. Если ты его не признаешь, на каком основании ты встречаешься с ним? То, что Гаагский суд, скажем, в отношении Путина выдал ордер, это юридически еще не признает того, что он преступник. Потому что это подозрение на то, что он преступник. Это еще в суде, сколько было случаев в суде, когда суд не смог доказать. Это еще надо доказать. То есть, когда мы говорим, что вы фактически признаете его преступником, более того, это не только Гаагский суд. Можете посмотреть, и Байден говорил, и другие открытые формы называют его преступником и так далее. На что следует ответ, что хотим мы того или не хотим, но приходится иметь дело с главными государствами. Мы не можем этого не делать. Другое дело, что поздравлять его, признавать его главой государства, это признаем. Поздравлять его, это совсем другое. Мы обязаны иметь дело даже с диктатором. Нравится нам, не нравится, скажем, диктатором. Я объясняю их позиции. Да-да. Потому что это достаточно момент такой скользкий, сложный для меня тоже лично. Потому что, особенно вот когда собираешься, я активно был вовлечен в сбор материала по преступлениям в Буче и в других местах. У нас здесь очень много беженцев. И, разумеется, понимаешь, что надо как-то привлечь к ответственности людей что-то делать. Не говоря уже о том, что, например, сколько мы поднимали вопроса об оказании Украине реальной помощи. Не на словах, а на делах. Реальной помощи. Частенько мы сталкивались с системой. Я уж не говорю о сторонниках Путина. Да-да. Ну, вот тариф, понимаете. Я объясняю позицию. Вот вы задали вопрос. Да-да. И вы правильно все-таки говорите. Я постоянно слышу примерно те же самые аргументы. Но вот есть же там подход, например, к Александру Лукашенко. Никто не отрицает, что он руководитель белорусского государства. Де-факто. Но при этом там самопровозглашенный президент Беларуси. То есть, вот, глава Беларуси, но не называют его президентом Беларуси. Да, то есть, можно называть Путина хоть вождем краснокожих. Да, там нету никаких проблем. Но он диктатор России. Да, он руководитель. Да, с ним надо будет вести переговоры даже Украине. Там о капитуляции взял, надо с ним будет вести переговоры. Но зачем при этом называть его президентом? Он даже с точки зрения российского законодательства не является президентом. А теперь еще и является вот международным разыскиваемым преступником. На это в ответ говорят, что есть такое понятие немецкое, называется реалполитик. Вот это реалполитик означает, а мы это, в нашем языке это звучит поиначе. Политика – грязное дело. Мы по-другому говорим, более четко. То есть, да, Лукашенком все проще. Он никакой роли не играет. Ему можно. У него что, есть нефть, у него есть газ, у него есть ядерное оружие. Нет, он просто приставка к Путину. Поэтому его можно трепать, бить, обзывать, к диктаторам не иметь дела. Хотя я сомневаюсь, что если завтра у Лукашенко не что-то такое заявить, что он отходит от Путина, будет криковать, могут изменить отношение и даже к нему, к Лукашенко. Это и есть то, что именует политика. То же самое, скажем, когда говорим про Алиева. Он маленький, но у него есть нефть и газ. Тоже закрывает глаза. А у России, кроме всего прочего, ядерное оружие. Другое дело, что мы подойти должны по-другому. Мы говорим о Европе, о Западе, о американцах. А вот подойти теперь с точки зрения Путина. Вот как он. Ведь он-то сам-то воспринимает. Для него вот эти постсоветские пространства, все эти Алиевы, Лукашенко и все остальные, это мелочь. Это не его уровень. Он изначально считает, это мое, так сказать, младшие братья, как мы говорим. Его уровень – это Байден. Его уровень – это Евросоюз. Ему очень принципиально важно, чтобы они его признавали, как раньше был Г-7, семерки величайшие. И что он делает? Тот факт, что вот этот Гаагский суд принял, вот этот ордер, то есть выдал ордер, это очень нервирует того же Путина. Это опускать его статус в его же глазах. Он преступник. Да, он может там что-то угодно говорить, там не он, вернее, другие. Но он считает, его называют преступником. Это удар по его имиджу, репутации. И поэтому, скажем, вот в письме Байдена, который он в прошлом году через Эрдоган отправлял, пункт первый, который он там просил, отменить ордер Гаагского суда. А потом встреча с Байденом. То есть для решения украинского вопроса он намного готов пойти. Но для этого надо сначала, это болезненный вопрос, отменить решение Гаагского, словно Байден... Ну, я уверен, что это вопрос болезненный, потому что это действительно, это реальная угроза. Я по-другому ставлю. Ну, Ариф, вот можно, что время ограничено, я вам поэтому хотел задать очень важный последний здесь вопрос. Вот год назад суть дела была, ну, связана, безусловно, с войной. Но это была, значит, кража детей. И, как я говорил с представителями уголовного суда, они говорят, что... Ну, потому что они вот сами публично сказали, и Путин, и это Львова Белова, о том, что мы вывозили детей. Они об этом похвастались, и поэтому вот у нас есть тем самым легкое доказательство, что есть их собственное, значит, признание. А на вопрос, а вот как же с военными преступлениями, это вот там доказывать очень сложно, и война еще идет, и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, вот сейчас то, что возбуждено, это уже непосредственно военные преступления. Да, там через энергетическую инфраструктуру, но, тем не менее, это именно четкий военный состав. Как вы считаете, когда мы увидим следующие фамилии в этом списке, как быстро он будет расширяться, насколько стремительно будут развиваться новые дела в отношении именно военных преступлений в Украине? Это будет, ну, я могу добавить, когда говорят вот то, что вот про Путина насчет детей, это начальная фаза. То есть, если дело дойдет до суда, ну, не его, допустим, Белова, я вас уверяю, всплывут и другие моменты. Это официальное, так сказать, основание для выдачи ордера. В ходе суда, если всплывут новые доказательства, они обязательно всплывут, конечно же. Тогда и обвинения изменятся, добавятся новые статьи и новые преступления. Теперь насчет того, как долго. Я думаю, что вот если смотреть с реалистичной позиции, по мере ослабления России, по мере изменения ситуации в Российской Федерации, улучшения действий украинской армии на линии фронта, я думаю, что к осени следует ожидать появления нового списка, потому что тут взаимосвязано. С одной стороны, сбор документов идет, материалов, он идет, на самом деле. Я не зря сказал про этот международный центр, потому что у Гаагского суда все-таки, значит, есть ограничения, он не все может брать на себя. А вот этот центр как раз занимается сбором документов. И по сути дела, то, что надо будет во время суда, все материалы будут со стороны этого центра, потому что в его работе принимают, повторяю, участие лучшие следователи, эксперты из Соединенных Штатов. То есть это намного серьезнее. Новые фамилии, может и пораньше, но я думаю, ближе к осени, скорее всего. То есть основные события вообще я жду к концу года, с осени. На линии фронта и в том вопросе, который вы сказали. Ну что, интересно, будем тогда за этим наблюдать. Спасибо вам большое за этот разговор. Ариф Юнусов был у нас в эфире, конфликтолог. С ним говорили про новые дела в Международном уголовном суде. Спасибо вам большое. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok